По данным российских таможенников, все 200 грузовиков второго гуманитарного конвоя прошли оформление и отправились на территорию Украины. Агентство Интерфакс сообщает, что первые машины прибыли в Луганск и уже сегодня выдвинутся обратно. Красный Крест подтвердил, что вновь не сопровождает колонну российских КАМАЗов. В организации это объяснили тем, что не получили согласование со стороны Москвы и Киева. Первый российский гуманитарный конвой отправился на Украину 22 августа, также без сопровождения международных наблюдателей и согласия Киева, что страны Запада назвали прямым вторжением на Украину. Киев продолжает настаивать, что на территории страны действуют российские военные. «У нас есть прямые и косвенные доказательства присутствия на Украине российских военных», – заявил постоянный представитель Украины при ООН. «Они тренируют украинских сепаратистов, причём не только на Украине, но и на базах в Ростове, Подмосковье и других местах в России, где их учат проникать на Украину через КПП и участки границы, контрольные властям». США и Евросоюз обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и поддержке сепаратистов, за что ввели в отношении России, отрицающей своё участие в конфликте, несколько пакетов санкций. Президент Владимир Путин заявил, что Украина стала заложником Запада и используется для, цитата, «раскачки международных отношений и оживления НАТО». В субботу премьер-министр Украины Арсений Яценюк на форуме ЕС в Киеве заявил, что страна использует Североатлантический альянс лишь как средство для защиты и понимает, что в ближайшее время Украина не войдёт в НАТО. Накануне президент Украины Пётр Порошенко договорился с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлом Борозу о выделении Киеву 760 миллионов евро на проведение экономических реформ. Деньги должны поступить украинскому правительству уже в следующем месяце.